На первый взгляд это может показаться шаманским танцем древних племен, например, для вызова дождя или наоборот солнца. На самом деле все намного проще. За моей спиной любители и профессионалы демонстрируют национальное боевое искусство бразильцев – капуэра. В этой борьбе сочетаются элементы акробатики и игры, а сопровождается она песнями. Это единственное единоборство танец, которое проходит под музыку, да еще и живую. В капуэре есть традиция проводить уличные роды, у нас так называется, рода джируа, если по-португальски сказать. Сегодня просто хороший день, выходной, мы решили поиграть на улице. Суть борьбы танца заключается в игре. Два человека входят в круг, который, кстати, нельзя ни в коем случае размыкать. Считается, что если это сделать, уйдет вся накоплена энергетиком. После того, как борцы приветствуют друг друга, начинается разговор на языке телодвижений. И от отношения противников друг к другу зависит и характер диалога борьбы – серьезный и жесткий, либо вежливый и шуточный. В общем, изучаем свое тело, изучаем свою психику, изучаем всех людей вокруг, потому что это очень интересно, весело. И все открываются, особенно в роде, открываются и чувствуются энергии. Мы выходим на улицу не для того, чтобы выступать. Мы выходим на улицу для себя, просто потому что это весело, это лучше, чем в зале. В зале стены тебя закрывают, нету неба, нету воздуха, нету земли. Это дает тебе силы. Этот вид искусства называют универсальным. Любители капоэра говорят, здесь каждый может найти то, чем хочет заниматься – акробатика, борьба или танец. Сравнительно молодой для Приднестровья спорт, а здесь он существует около трех лет, уже успел завоевать своих зрителей и поклонников. Это всегда интересно. Во-первых, люди знакомятся с таким видом, не знаю, это спорт или искусство, и, может быть, начинают тоже заниматься этим. Радует, что молодежь видим не сигареты из бутылки пива, а вот чем-то увлекаются, подвижно, красиво, интересно, для нашего города необычно, очень нравится. Я уже не первый раз на таком встрече, раньше занималась тоже КПР. Спустя час непрерывного танца капризы природы внесли свои коррективы в программу, правда, ненадолго. Через несколько минут поклонники бразильского вида искусства вновь удивляли прохожих своими необычными песнями и движениями, но уже на мокром аспальте. Сузанна Авакян, Тимофей Чекан, Первый Республиканский.